Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на распаковке кухонный нож с сайта Алиэкспресс. На своем основном канале я тестирую эти ножи, кухонные ножи с сайта Алиэкспресс с целью отыскать лучший из лучших. И вот сегодня я заказал еще один вариант, вернее нож от еще одного производителя, поскольку производителей есть достаточно много. Но надо знакомиться с этими производителями, чтобы понимать, какого качества ножи они продают. И вот есть еще один официальный магазин данного производителя на сайте Алиэкспресс. Решил протестировать его ножи. Называется этот производитель, сейчас увижу где-то название, поскольку уже даже не помню. Так, хорошо. Упаковал все продавец. И вижу, что есть еще дополнительная коробка к этому ножу. Сразу же хочу сказать, что коробка вот в этом ноже не такая премиальная, как в ножах, например, Синзо или Хежан. Это простая картонная коробка, вот так, по внешне. Но что там внутри, сейчас будем смотреть и уже оценивать сам нож. Открываем и видим нож. Нож этот, как указал продавец, из дамасской стали, 67 слоев и сердечник из ВГ-10, если не ошибаюсь. В любом случае, ссылку на этот нож я оставлю в описании под видео. Переходите и смотрите то, что указал продавец. Поскольку я доказать то, что здесь дамасская сталь не могу, поэтому я пока просто говорю то, что указано на странице у продавца. Да и, откровенно говоря, мне вообще не интересно, дамасской это сталь или просто рисунок. Мне лишь бы этот нож показал хороший результат в тесте, был удобен в хвате, хорошо управлялся и красиво смотрелся. Вот так. А вот это дамаск или это просто какой-то рисунок, ну вот как-то я к этому отношусь не так серьезно. Вот так. Давайте смотреть нож, смотрится он очень неплохо, я бы даже сказал красиво. Сначала посмотрю, нет ли какого там брака или какой-то недоработки, нет, вроде бы все хорошо. Давайте уберем вот эти заглушки и начнем обзор с лезвия. Сначала хочу сказать, что этот производитель, который указан вот здесь, есть официальный магазин этого производителя на Алиэкспресс. Называется он Шуан Майл, не знаю правильно ли прочитал. И много есть разных ножей вот в этого производителя. Я решил начать знакомство с этим производителем, с данного ножа. Вот смотрю сейчас на вот эту дамасскую сталь и очень напоминает ножи Синзуо, где-то так далеко. Но она как-то по-другому ощущается и смотрится. Вот если ножи Синзуо показали очень хороший результат в тесте, Поэтому я как-то не сомневаюсь, что там и ВГ-10, вот эта китайская, и дамасская сталь. Вот почему-то верится мне тому производителю, поскольку я уже работаю с ним давно. И в принципе все ножи, которые я покупал, хорошего качества в компании Синзуо. А вот здесь, это первое мое знакомство с вот этим ножом, поэтому я не буду вот настолько уверен. Я думаю, что сначала надо этот нож протестировать, чтобы понимать, насколько он стойкий, И тогда уже делать выводы, какая сталь здесь внутри. Поскольку это у нас ламинат, то есть здесь накладки из дамасской стали, А внутри сердечник из ВГ-10. Это по словам продавца. Смотрится нож красиво, в принципе. Сказать, что он менее красив, чем ножи Синзуо. Почему не могу? Могу. Синзуо мне нравится больше по красоте. Но этот также по-своему интересен. И он дешевле. А теперь давайте посмотрим на рукоять. Рукоять здесь из дерева. Это что-то похоже на наш кап. Есть вот мозаика очень красивая. И классическая стандартная рукоять. Хорошо тактильно ощущается. Хорошо держится. В принципе здесь претензий никаких нет. Нож смотрится очень красиво. Как по мне, очень даже неплохо. Первое впечатление пока положительное. Но надо дождаться теста, чтобы узнать, насколько он стойкий. И давайте еще посмотрим на заточку. Поэтому сведение здесь, по всей видимости, в ноль. Поэтому и подводы очень маленькие, незаметные. Но заточка, в принципе, думаю, что нормальная. Сейчас мы проверим это на листе бумаги. Это газетная у нас бумага. И проверяем. Режет хорошо. Я уверен, что я делаю лучше заточку. Но и с такой заточкой на кухню, конечно же, нож можно отправлять. И я бы его не перетачивал. А попользовался, дождался усталости этого ножа. И только после этого переточил. Поскольку понимаю, что ручная заточка на точилке будет лучше. И более равномерные будут подводы. Поскольку все равно я вижу какие-то неточности. Поскольку это нож по всей видимости. Очень с большой вероятностью затачивался на станке, на круге. Это электрическое точило. И там мастер, наверное, затачивает. И бывает по-всякому. Бывает там рука дергнулась. Бывает еще что-то. И все равно есть, возможно, какие-то неточности, волны. Режет хорошо, но я сделаю лучше. А так, в принципе, претензий у меня пока нет. Визуально нож очень красивый. И каких-то грешностей, брака я не увидел. Еще раз хочу попробовать. В руках как ощущается. Да, все комфортно. Вот такой нож. Скоро вы увидите его у меня на обзоре. И мы немного его протестируем на кухне. После чего переточим этот нож под углом заточки в 35 градусов. И сделаем тест. Это была просто распаковка. Надеюсь, она вам понравилась. Если будут какие-то вопросы, пожелания по этому ножу, пишите все в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения. И до свидания.